Я слышал историю, как один пастор, у них был котенок, котенок, и они поехали, там была деревня такая, возле деревни было озеро, и они поехали с семьей на это озеро и с этим котенком, дети радовались, что котенок хороший, котенок взял и залез на дерево, дерево было молодое, он залез не очень высоко, и когда они хотели его достать, он залез аж далеко, и они думают, как достать, никак не могут залезть, пастор говорит, у меня, говорит, есть веревка с крючком, давай сейчас подцепим, за сколько можем, за то дерево, и я, говорит, на машине буду ехать, и мы так нагнем, и возьмем этого котенка, и они взяли, ну, крючком закрепили за дерево, и он так едет, едет, и дерево уже нагнулось, они уже почти брали, и в этот момент веревка порвалась, это дерево так выстрелило, и котенок улетел, и они его искали, час целый, по всей округе, там уже какие-то дома были, короче, не нашли, а на следующий день, вот возле этого озера, там такой поселок был, и там одна сестра в церкви жила у них, и он приехал, чтобы в каком-то дело в гости к этой сестре, ну, домой, когда зашел, домой смотрит, какой-то котенок знаком, она говорит, ну, он уже пообщался, он говорит, а что это за котенок, она говорит, пастор, вы не поверите, говорит, моя дочка молилась о котенке, говорит, она так просила, что она уже мне надоела, я ей говорю, ну, попросил, если Господь тебя с неба скинет, то будет тебе котенок, и говорит, в этот момент, говорит, пастор, вы не поверите, чудо произошло, котенок с небом упал, поэтому он уже у них там был в ранге святого, за все. Слава Господу, я это почему рассказал? Насчет питкана. Коротко, друзья, давайте мы откроем Ефесянам первую главу. Я хочу поговорить о некоторых моментах, как бы о семени, которая преображает все в себе, семя, которое имеет потенциал, имеет силу в себе преобразить или изменить те сферы, в которые мы сеем. То есть, принести, как слово можно сказать, принести плод по роду своему. И очень часто люди, когда мы говорим о семени, люди сразу думают, что мы говорим о деньках. Семя, семя, все, что мы делаем, это семена. То есть, Бог дал нам семя. И Ефесянам первая глава, третий стих, и Галатам третья глава, восьмой, девятый, четырнадцатый стих. Мы знаем эти местописания. Слово Божье говорит нам о том, что мы уже благословлены во Христе. Что мы уже благословлены во Христе. Давайте прочитаем, Великого первая глава, третий стих. Великого первая глава, третий стих. Слово Божье говорит, что во Христе мы благословлены всяким духовным благословением в небесах. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, благословивший, уже благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Галатам третья глава, восьмой, девятый стих и четырнадцатый говорится, что Писание предвозвестило Аврааму, к тебе благословятся все народы. Итак, верующие, то есть мы верующие, благословляются сверным Авраамом. Четырнадцатый стих. Дабы благословение Авраамова через Иисуса Христа распространилось на язычников, дабы нам получить обещанного духа веры. Что есть благословение? Что такое благословение? Во-первых, мы знаем, что благословение – это Божье присутствие в жизни человека, это Божья защита, это Божья помощь. То есть, когда Бог помогает человеку, но благословение, конечно же, оно выражается какими-то плодами, какими-то проявлениями. Благословение имеет определенные проявления. И, друзья, благословение, еще раз смотрю, это не деньги и не только деньги, и далеко не только деньги. Когда Писание говорит, что Бог благословил нас во кресте, Бог работает с нами и благословляет нас во всей полноте. Согласите, что если человек имеет деньги, но у него проблемы в семье, но нельзя сказать, что это человек счастливый. Но также, если все хорошо в семье, но не за что купить хлеба, но тоже проблема. Если у человека хорошо все в семье, но плохо на работе, у него не получается, там еще нельзя сказать, что он благословлен. Ну, понимаете, то есть, благословение, оно во всей полноте. И в Таразаконе 28 мы не будем сейчас открывать, но с 1 по 13 стих говорится о проявлениях благословения. Благословение, будешь в поле, в городе, жительница твои, кладовые твои, паразит, криктовой Господь, врагов. И в 13 стихе сказано, что если будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, то придут на тебя все благословения сии. Если будешь повиноваться глазу Господа. Поэтому, смотрите, во Христе мы уже благословлены. Это факт. Это факт, что мы уже благословлены. То есть, Слово Божье однозначно говорит, что это уже совершено. И нам не надо уже просить Бога о том, чтобы Он сделал то, что Он уже сделал. Мне сегодня не надо умолять Бога о том, чтобы Он благословил меня. Мне надо принять, мне надо поверить, и мне надо благодарить Бога за то, что Он меня уже благословил. Но, друзья, что я понял и что я вижу в Слове Божьем, что Он уже нас благословил, но мы запускаем механизмы и рычаги благословения. Мы должны запустить действие благословения. Как я уже сегодня говорил в самом начале служения, что вот эта тема благословения, она мне интересна. Несколько лет я ее изучаю. То есть несколько лет я целенаправленно изучаю в Слове Божьем тему о благословении. И, во-первых, я ясно сегодня вижу, что Бог уже нас благословил. Но у меня были некоторые вопросы, на которые я искал ответ. Например, был такой вопрос. Если я уже благословлен, я хотел увидеть ответ. Каким образом я должен верить, каким образом я должен мыслить, действовать, чтобы не просто знать, что я благословлен, а чтобы видеть. Потому что в Писании, что вера, верой мы познаем, что из невидимого происходит видимое. Я благодарю Бога, и я очень благодарен Богу за то, что во Христе я благословлен. Но меня интересует, если Бог мне это дал, каким же образом я могу увидеть это реально, в видимом мире. Каким образом я могу видеть, что благословение проявляется во всех сферах моей жизни, на всех уровнях. Нужно ли мне ждать какого-то времени, когда благословение начнет работать. Если нужно ждать, то сколько мне нужно ждать, когда это начнет происходить. Понимаете, да? То есть, если я читаю о том, что я благословлен, я хочу видеть работу и силу благословения в своей жизни. Поэтому несколько лет я изучая, я увидел очень четко в Слове Божьем, и как откровение я это увидел, что мы благословим, но мы запускаем. То есть, человек может 20 лет быть в церкви, 30 лет быть в церкви, но если он не запустит, и он благословлен, точно так же, как он человек пришел к Богу, на вам расчет, он уже благословлен. И 20 лет ходишь в церковь, ты благословлен. Но если человек не запустит, и не начнет сознательно запускать действия, какие-то вещи, чтобы благословение начало работать, оно не сможет проявиться. Используя семя, которое Бог нам уже дам. Это касается каждой сферы жизни. Знаете, друзья, если мы будем внимательно изучать Библию, опять-таки, я сейчас не говорю вообще, не говорю о деньгах, но если мы будем внимательно изучать Библию, то мы увидим, что закон сеяния и жатвы, это, я не побоюсь сказать, что это основной закон. Даже для того, чтобы Богу приобрести нас, Он пожертвовал Своим Сыном. Иисус сказал, что если семя останется одно, оно не принесет плода. Но если оно упадет в землю и умрет, оно принесет много плода. То есть, практически, это основной закон. Например, если я хочу, чтобы моя семья была благословлена, так, я должен начать сеять. Сеять любовь, проявлять любовь, проявлять заботу, правильное отношение. И, друзья, это бесполезно молиться, вот просто, Господь благослови, и ничего при этом не делается. И вот, я думаю, что основную ошибку мы допускаем, что мы просим о чем-то, но не понимаем, что мы это уже имеем. И нам необходимо запустить эти механизмы. Если я хочу, чтобы моя семья была благословлена, чтобы мои дети были подосемлены, я должен начать сеять в них. проявлять заботу, любить своих детей, проводить с ними время. И так относительно каждой сферы. И если я буду это делать, я увижу, что благословение начинает работать. Если я хочу иметь друзей, Библия говорит, кто хочет иметь друзей, я могу молиться о друзьях. А Бог говорит, я тебе уже благословлен, я тебе уже все дал. Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным. Это значит, что я должен запустить механизм сея. Я должен стать дружелюбным, я должен общаться с кем-то, кому-то звонить, с кем-то пробовать строить отношения. То есть каким-то образом я должен начать сеять. Если духовная жизнь, я хочу иметь благословленную духовную жизнь, значит слушаю слово, стараюсь исполнять слово, то есть сею, сею, работа. Хочу я, чтобы Бог благословил меня на моей работе, я должен хорошо исполнять свои обязанности. И вся Библия говорит об этом. Верный в малом и во многом верит. Хочу, чтобы Бог доверил мне больше, значит я должен сеять и быть верным в малом. Кто хочет быть большим, тот будь всем слугою. Если я хочу быть больше, я не могу молиться, Господь, сделай меня больше. Но я могу начать служить. И знаете, я замечал, что он может ходить много лет в церковь. Но кажется, что как будто бы ничего не меняется. Но как только человек начинает в церкви служить, с лукой. Вот правильный мотив очень важен. Там подметать, чай терпеть, что-то еще кому-то. Я говорю, Бог сразу поднимает авторитет. То есть Бог начинает поднимать авторитет такого человека. Потому что срабатывает закон все и не жертв. Кто хочет быть больше, тот будь всем слугой. Кто хочет свое, будь верен чужому. Вот хочешь свое, значит найди кого-то и будь верен чужому. И это через всю Библию. И друзья, смотрите, когда Бог дает эти принципы, это как семя, которое Он дает. Потому что мы это можем делать. Бог от нас не требует ничего, чего мы не можем делать. Но то, что мы можем делать, Бог хочет, чтобы мы это делали. И поэтому все имеют семя, все имеют семена. И смотрите, в тех сферах, в которых мы будем сеять правильное семя, в тех сферах, мы увидим, как Божье благословение начинает проявляться. Начинает проявляться. Поэтому давайте еще в пути 1 посмотрим. В пути 1 глава. 11 стих. «Я сказал Бог, когда произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодобитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, произвела земля зелень, траву сеющую, траву сеющую, смотрите, приносящую, какой плод? По роду своему». Это значит, если я что-то делаю, это семя, которое принесет плод по своему роду. Библия говорит, что сеющим плод, от плоди пожнет тление, сеющим дух, а духа пожнет жизнь вечную. То есть, также точно на самом деле каждый человек постоянно что-то сеет. Но он сеет или добрые семена, или семена, которые принесут неправильный, не очень хороший, нехороший урожай. И благословение оно затормаживается. Так же, как я могу сеять заботу, сеять любовь, так же я могу сеять равнодушие, могу сеять неправильное отношение, и тогда, друзья, я могу молиться благословением, но я неправильным семенем, нехтем семенем засеял поле. И помните, в Библии сказано, чтобы не смешивали семена. Нельзя смешивать семена. То есть, если я хочу, чтобы вот в этой сфере было бы оценено, я должен перестать туда сеять то семя, которое бы я не хотел, чтобы оно возросло. итак, что я увидел в Библии. Мы прочитали сейчас про семя, да? Теперь мы читаем первая глава статья 28 стих. и благословил их Бог. Бог благословил Адама и Ему, Бог благословил нас. Правильно? И сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. То есть, может быть, мы это не видим четко, но Он сказал им, я вас благословляю, начинайте сеять. то есть, мы всегда видим, по человеческим пониманиям, думаем, что благословение это нечто совершенное. Мы думаем, что благословение это нечто сотворенное, нечто уже сделанное для нас. Например, я женился, или кто-то вышел за ночь, и мы думаем, что если благословение, это значит, что уже семья как бы благословлена, значит, никаких вопросов не будет, никаких проблем не будет. А Бог говорит, я вас благословил, наполняйте землю, обрабатывайте землю. Вот люди, они сыграли свадьбу, они женились, и теперь они начинают сеять. Он благословил их. Давайте очень внимательно до 29-ти поскольку. И сказал Бог, благословил, и сказал Бог, вот я дал вам всякую траву сеющую семя. И вот, друзья, когда я увидел это, я понял, я получил откровение о благословении. Вы знаете, что есть определенные правила изучения Библии, например. Предположим, есть такое правило, как правило первого упоминания. Если мы хотим изучить какую-то тему Библии, вопрос какой-то вера, благословение, проклятие, Дух Святой, что угодно. Очень важно, чтобы мы начали с первого упоминания. Например, закон благословение, не жертву Бога. Каждая семя приносит плод по роду своему. И теперь, теперь мы читаем первое упоминание о благословении. Это наиболее чистое понимание. Бог благословил и сказал, я дал вам травму сеющую семя. Вот что было в Борзе. Я вам дал семена. Я вас благословляю. Моя помощь и защита будут с вами. Я вам даю семена. Я вам даю семена. Понимаете кто-нибудь? Чем он благословил? Не готовы. Даже Бог, когда в 2 главе сказано, что Бог насадил деревья в раю. Бог сам начал это делать. Он сам посадил, он сам сеял. В следующем откровении об этом я просто прошу вас перечитывайте это место Писания. Он говорит, я благословляю и я вам даю семена. Я даю тебе семя. Семя, чтобы ты теперь сеял правильное семя, чтобы земля была благословена. И это через всю Библию. Давайте Луки 6 посмотрим. Евангелие от Луки 6 глава. Евангелие от Луки 6 глава. 35. Но вы любите врагов ваших и благотворите. Смотрите, любите врагов ваших, любите врагов ваших, благотворите. 36. И так будьте милосердны, как и отец ваш милосердный. Не судите и не будете судимы. Друзья, закон милосердный. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. нам. Мы благословлены и Бог дает нам семена. Он говорит, прощай, муж прощал. Не осуждай, не будешь осужден. Не суди и не будешь судим. давай и дастся тебе. И друзья, если бы благословение могло прийти, точнее, если бы благословение могло проявить себя каким-то другим способом, в этих инструкциях Божьих не было бы смысла. Но иногда люди, не понимая, как работает благословение, они ждут каким-то другим путем. Они говорят, Господь, дай. А Господь говорит, давай и тебе дастся. Господь, помилуй меня. Господь говорит, милуй других и ты будешь помилован. Господь, дай мне друзей. Будь дружелюбен и у тебя появятся друзья. Благословим мою семью. Сей любовь и заботу. Проймя заботу и любовь. Я, Господь, хочу, чтобы мои дети выросли верующими. Сей в них Слово Божье. То есть, если бы благословение могло проявить себя каким-то другим способом, Богу не было бы нужды нам давать вот эти инструкции. Но это как же нам жить и как нам сеять, чтобы благословение могло проявиться. Бог говорит, все за все заплачено. Я вас благословил. Благословил и я даю вам семя. Очень быстро подвесить мое главу. 12 стих. И так во всем, смотрите, во всем, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Бог говорит, в этом весь закон. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так же точно поступай с другими людьми. Сей то, что ты хочешь пожать. Потому что я благословляю нас, говорит, доедал тебе семена, чтобы ты мог посеять. И когда мы сеем, Бог говорит, я благословлю эти семена, я дам им рост. В этом и есть суть благословения, что мы сеем, а Бог дает рост. И мы видим результат, мы видим проявление Божьих благословений. И поэтому, друзья, каждый человек имеет семя. Об этом сказано 2-я коллекция 9-я глава 10-я стих, что дающий же семя сеющим. Это касается любой сферы, касается финансов, это касается всего. То есть Бог, Он исполняет свою часть завета, Он дает семя, Он дает семена. Помните, я как-то рассказывал ту историю, что один миссионер он приезжает, он работает в самых бедных районах Индии. И начинает говорить о семене, люди говорят, у нас ничего нет. Он говорит, это серьезная работа Святого Духа, чтобы Дух Святой мог пробиться посредством Слово Божьего мышления людей, чтобы они поверили, что у них что-то есть. Если это касается финансовой сферы, у каждого есть какая-то сковородка, что-то есть. С чего можно начать сеять? Ты можешь сеять отношения, ты можешь что-то делать. Друзья, мы должны понимать, что семя Бог нам уже дал, дающий же семя, сеющий. И последний пример, который я приведу. Помните, когда это 26 глава мы не будем открывать? Хотя давайте посмотрим 12 стих. В первых стихах там сказано, что был голос в земле и Исаак подумал о том, чтобы пойти в землю египетскую, потому что там не было засухи. Помните эту историю? Друзья, смотрите, Исаак был благословлен, потому что Бог благословил Авраама и Бог благословил его детей. Но Исаак не видел проявления благословения. Если бы он видел в земле проявления благословения, он бы не собирался пойти в Египет. Но он смотрел естественно. И он смотрел, что засуха. Я не соберу урожай, я пойду в Египет. И Бог пришел и сказал ему не ходи в Египет. Но живи в этой земле и я тебя благословлю. Я тебя благословлю. И 3-4 стих Бог говорит о том, Он его благословит. Но с 3-го стиха до 12-го проходит промежуток времени, когда ничего не происходит. Бог сказал не ходи, я тебя благословлю, но ничего не происходит до того момента, пока мы не считаем 12-й стихе и сеял и Саак в земле. Саак получил откровение, что Бог пообещал меня благословить. Благословение превозможит все обстоятельства. если я начну сеять даже в эту сухую землю, Божье благословение начнет работать с тем, чтобы дать жизнь этому семену. Потому что иначе чем я буду отличаться от того, кто не благословлен. Те, которые были неблагословлены, они пытались сеять в этой земле. И не было никакого урожая. И благословение не работало, пока он начал сеять. Он начал сеять, и теперь Бог его благословляет. Смотрите, 12 стих. То есть, друзья, благословение начинает проявлять себя, и начинает работать, когда мы начинаем сеять. И благословение будет работать в той сфере, в которой мы начинаем сеять правильное семя. И сеялся в земле той, и получил тот год и чуня во сто крат. Так благословил его Господь. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот. И возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. Вот, когда он начал сеять, Божье благословение начало работать. Он уже был благословен юридически. Но фактически благословение стало проявляться, когда он начал сеять. божьи 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 Продолжение следует...